Всем привет! С вами Даня Маков и Несеменов. И из свежего выпуска видео новостей вы узнаете о первых результатах квалификаций на The Summit 7, о судьбе коллектива Каманча, о подробностях запуска серверов CSGO в Китае, о пополнении в рядах Минески, а также о возобновлении контрактов игроками Hellraisers по CSGO. Team Faceless и Fnatic проиграли все встречи группового этапа и не вышли в плей-офф квалификации на The Summit 7. В полуфинале сыграют Clutch Gamers, Warriors Gaming Unity, TNC Pro Team и Happy Feet. В групповом этапе по системе GSL Team Faceless играла в группе А. Сначала она уступила Happy Feet, а затем Geek Fun и заняла последнее место. Fnatic также ни разу не победила в группе B в матчах против TNC Pro Team и Warriors Gaming Unity. Плей-офф азиатской квалификации The Summit 7 начнется 15 апреля. В полуфинале Clutch Gamers встретится с Warriors Gaming Unity, а TNC Pro Team сыграет с Happy Feet. В сетке Double Elimination определится один участник ландфинала. The Summit 7 пройдет в доме американской студии Beyond the Summit в пригороде Лос-Анджелеса 14-18 июня. К чемпиону прошлого сезона Virtus.project.way присоединятся три приглашенных коллектива и четыре победителя региональных квалификаций в Юго-Восточной Азии, Китае, Европе и Америке. Евгений Хакон-Кочетов покинул состав Каманчи, но остался официальным стримером организации. Об этом Каманчи сообщила в социальных сетях. Единственным участником состава остался Егор Арк-Жаботинский. 17 марта команду покинули Михаил Миша Агатов, Евгений Чуваш Макаров и Игорь АЛТВ Филатов. Они присоединились к CyberAngie. Каманчи сообщила, что ищет новых игроков. В составе Каманчи Кочетов выиграл NVIDIA Dota 2 Open и Swift Forward Cup Winter 2017, а также занял второе место в 16 сезоне Starladder Pro Series. Коллектив принял участие в закрытых региональных отборочных на такие в Major 2017, но не смог выйти в плей-офф. 8 апреля Каманчи сообщила, что бизнесмен Денис Шапкарин больше не владеет организацией, но в скором времени удалила информацию об этом из социальных сетей. Компания Perfect World стала дистрибьютором Counter-Strike Global Offensive в Китае. На Reddit появилась фотография с конференции, которая прошла 11 марта. Согласно слайдам презентации, официальная китайская версия CSGO выйдет 18 апреля. Все анонсированные нововведения первоначально будут открыты только нескольким обладателям ключей на бета-тестирование. Неизвестно, когда они будут доступны для всех игроков региона. Представители китайской компании-дистрибьютора рассказали аудитории, что в версии CSGO для их региона появится обновленный интерфейс игры на движке Source 2. В игре будет улучшенный античит и дополнительная система защиты от нечестных игроков. В ней аккаунты пользователей будут привязаны к китайской системе Alipay Credit System, в которой есть паспортные и кредитные данные пользователя. Если игрок будет улечен в использовании читов, он больше не сможет играть в CSGO со своего аккаунта. Ранее представители Valve сообщали, что работают над улучшением VAC. В китайской версии CSGO будут официальные паблики со 128 тикрейтом. Серверы матчмейкинга останутся на 64 тикрейте. Ведущие также упомянули новую операцию, которая должна начаться летом. Последней операцией игры была Operation Wildfire, которая завершилась 15 июля 2016 года. Perfect World объявила, что запустит китайскую лигу, Counter-Strike Pro League, в которой бесплатно смогут поучаствовать все игроки. Саппорт Адам, выступавший ранее под ником 343, пополнил состав Минески GG Network на временной основе. Об этом игрок и организация сообщили в Твиттере. В матче квалификации над Эмонилом Мастерс против 458 Production Адам Хусейн занял место Ника Эйо Барселона в составе Минески GG Network. 10 марта Адам намекнул, что больше не является игроком Барс. Игрок опубликовал в Твиттере изображение медведя с надписью «Прощай», а аккаунт Барс ретвитнул в запись. Адам перешел в Барс в декабре 2016 года из Execration. С марта по август 2016 игрок выступал за Fnatic, который занял 5-6 место на The Manila Major 2016 и The Summit 5, а также вошел в топ-4 The International 2016. По информации официального сайта HellRaisers, команда по CSGO в полном составе подписала улучшенные контракты с организацией. Обновленные соглашения будут действовать до конца 2018 года. Генеральный директор организации Максим Беднарский прокомментировал это событие, сказав, что игроками HellRaisers интересуются многие коллективы, и что он рад, что им удалось сохранить состав и заключить контракты со всеми игроками, ведь у каждого из ребят есть потенциал для того, чтобы выступать на самом высоком уровне. 9 апреля команда дошла до полуфиналов SLA League Star Series Season 3 и проиграли 2-0 победителю турнира Фейс Клан. Благодаря этому результату на чемпионате они поднялись на 8 строчек и заняли 7 место в рейтинге HLCV.org. И на этом у меня все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok